Сейчас дети сидят в телефонах, и все меньше и меньше времени они проводят на свежем воздухе активных играх. Вспомните свое детство, когда не было всех этих гаджетов, когда вы были детьми. Да вас было, наверное, не загнать домой. Летом мы ездили на Украину в гости к бабушке с дедушкой, и мы с местными ребятами практически весь день проводили на улице. Бегали по крышам гаражей, лазили по местным огородам в поисках абрикос, вишни, черешни и тому подобного. Играли в казаков-разбойников. А по вечерам, когда уже начинало темнеть, мы когда были уже около дома, мы там обычно играли, бабушка открывала окно сверху и кричала, Андрей, давай домой уже поздно. А я говорю, бабуль, не сейчас, мы еще хотим с ребятами потусоваться. Никто не хочет домой. Ваша задача приучить своего ребенка проводить больше времени на свежем воздухе активно. Да, хочешь посидеть, хорошо, конечно, можешь посидеть, но не час, два, три. Иди на улицу, гуляй с детьми, не знаю, будь активным. Потом скажет ребенок вам спасибо. Мы с дочерью проводим очень много времени на природе. И вообще просто не важно, когда есть возможности, мы бегаем, мы на велосипедах катаемся, мы ходим в походы, катаемся на сапах. Моя задача приучить ребенка проводить больше времени на природе, на свежем воздухе. Да, она иногда хочет посидеть в телефоне подольше, но нельзя опускать этот момент. И просто нужно понимать, насколько это важно для подрастающего ребенка проводить много активного времени на улице. Моя задача приучить ребенка проводить много времени на природе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова